Здравствуйте, дорогие зрители! В одном из своих предыдущих видео я поднимала вопрос о том, как найти свое предназначение. Но все-таки рассказала свою историю, а методику не дала. Исправляюсь! Методика довольно жесткая, на первый взгляд. Немножко страшная, но очень продуктивная. Она заключается вот в чем. Представьте, что жить вам остался ровно один год. Да, я понимаю, жутко, неприятно, страшно, но тем не менее. Представьте, что бы вы делали в этот год. Составьте список. Вот я, например, еще летом задумалась над этим вопросом. Я бы, быренько бы, родила ребенка. И захотела бы ему оставить какое-то влияние свое. А что бы я смогла сделать, если бы у меня был всего лишь один год? Я бы снимала стори в инстаграм с умными мыслями. Я бы занималась ютубом и занималась бы не просто разоблачением, а психологическими видео, которые бы в будущем моему бы ребенку помогли. Я бы сняла кино, которое давно планировала снимать. И вы знаете, слава богу, это всего лишь методика. Тьфу-тьфу-тьфу. Но тем не менее. Я раньше психологические видео не снимала, а теперь, как видите, я раньше не снимала кино. Теперь закрутилась, завертелась, я снимаю фильм. Поэтому методика эта очень классная. Не бойтесь, выпишите, чем бы вы занимались в этот год. И пускай вы всем бы не будете заниматься, потому что я, например, ребенка не родила в этот год, который себе придумала. Кредитов не набрала. Но вот жизнь моя немножко поменялась. И я занимаюсь тем, что мне нравится. Снимаю видео, снимаю кино. Но и, ребята, я уже говорила в предыдущем видео, что очень хочу собрать себе на образование режиссерское. И вот я создаю такие домики, и я их продаю. Кому интересно, можете приобрести. Все полученные деньги пойдут именно на мое образование. Хочу улучшиться. Если вам понравилось это видео, понравилась эта методика, жду от вас вот это вот. Надеюсь, я была не навязчива со своим попрошайничеством. Ну, что сделаешь? Мечта есть мечта. Напишите, если все-таки осмелитесь, что бы вы делали в этот свой последний год. И до новых встреч!